Делонги Магнифика С. Полностью автоматическая кофемашина для тех, кто любит кофе с молочной пенкой. Кофемашина упакована в большую коробку. Внутри лежит гарантийный талон, сетевой адаптер, мерная ложка, щетка для чистки, средства для удаления накипи, индикаторная полоска для измерения жесткости воды и фильтр для смягчения воды. Кофемашина довольно компактная, но для нее все равно придется выделить место на кухне. Корпус пластиковый серебристого цвета. Будет хорошо смотреться как дома, так и в офисе, но поверхность придется периодически протирать. Эта кофемашина идеальна для семьи, в которой выпивают 2-6 чашек кофе каждый день. В ней можно сварить 2 чашки одновременно. Объем резервуара для воды 1 литр 800 мл. Можно использовать как кофе в зернах, так уже и молотый. Также здесь предусмотрен встроенный капучинатор с функцией самоочистки. На капучинаторе регулируется количество пены. Он позволяет приготовить не только капучино, но и любой другой кофе с молоком. Чтобы он все время делал высокую пенку, его необходимо промывать после приготовления каждой порции. Модель полностью автоматическая. На передней панели расположены кнопки и монохромный дисплей. Есть отдельная кнопка для капучино и кнопки для эспрессо и лунга с запоминанием объема порции. Для приготовления других напитков нужно будет самостоятельно настроить объем, крепость и объем пены. При включении и выключении машина самостоятельно промывает систему. Если в подоне будет много воды, появится поплавок красного цвета. А когда накопится кофейная гуща или нужно будет провести декальцинирование, машина также предупредит об этом. Контейнер для кофейной гущи тут большой, на 14 порций. Не придется часто чистить. В этой модели есть поверхность для подогрева чашек, регулируемый дозатор, 13 степеней помола зюрин, таймер включения и выключения, энергосберегающий режим. Кофемашина DeLonghi Magnifica S – отличный вариант для тех, кто любит хороший кофе, но не готов тратить на его приготовление много времени. С ней удобно экспериментировать со степенями помола, зернами и напитками.